Квоты на процедуру экстракорпорального Раньше этот танец исполняли исключительно мужчины. Наш корреспондент в Международный день танго попытался освоить несколько несложных движений. Действия такие же жизненные. Прогуляться, обняться, посмотреть. Молодежка и ее характер. Репортаж с хоккейного матча. Алтайский беркут и спутник. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Верховный суд России расставил точки над «и» в споре вокруг тарифа на техническую воду для отопления городского жилфонда. Напомним, в начале октября возникли разногласия между Барнаульской ТЭЦ-2 и Сибирской строительной компанией, которая является единственным поставщиком технической воды для теплоэлектроцентрали. В результате конфликта в ряде домов микрорайона «Поток» стало заметно холоднее и понизилась температура горячей воды. Собственник ТЭЦ-2, барнаульская генерация, не согласился с тарифом на техводу и оспорил повышение в краевом суде, который в июле признал его недействительным. Однако администрация края и поставщики обратились в Верховный суд. Он отменил решение краевого суда и оставил в силе повышенный тариф на техническую воду. 11 декабря исполняется 20 лет со дня ввода российских войск в Чечню и начала чеченской кампании. Две войны на Кавказе унесли жизни десятков тысяч военнослужащих. Из Чечни не вернулись 258 алтайских солдат и офицеров. Фамилии сотрудников полиции, погибших в ходе охраны общественного порядка в горячих точках, увековечены на мемориале памяти Главного управления МВД России по Алтайскому краю. В Краевическом музее создана экспозиция, посвященная чеченским событиям. Здесь можно увидеть изудранную осколками каску, оплавленный рожок автомата и панораму Грозного после одного из боев. Отдельное место в этой экспозиции отведено героям. 12 человек стали героями Российской Федерации. Трое из них живы сейчас, а вот 9 человек, к сожалению, посмертно. 4 человека в первую чеченскую кампанию и 5 человек во вторую чеченскую кампанию. Пять месяцев назад, в начале июля, в доме номер 77 по улице Малахова взорвалась хрущевка на первом этаже. Помочь хозяйке пострадавшей квартиры Али Баевой тогда обещали и городские власти, и обычные барнаульцы. На днях молодая девушка позвонила в нашу редакцию. Ей и детям до сих пор негде жить. Как такое могло произойти, выясняла наша съемочная группа. Алла Баева старается сдерживать слезы. Переживать ей сейчас нельзя, вредно для будущего малыша. Только не переживать не получается. На днях девушка родит третьего ребенка, а везти его из роддома некуда. Конечно, за 5 месяцев после взрыва квартира заметно изменилась. Перед декретом хозяйка успела вставить окна, провести электричество и восстановить отопление. Но этого явно недостаточно, чтобы заселиться. Честно, я сейчас нахожусь в такой ситуации, что мне просто некуда пойти с детьми. Ждем появления третьего ребеночка и вот со дня на день. Естественно, в такое жилье я его привезти не могу. 5 месяцев назад, сразу после взрыва, это жилище больше напоминало к декорацию к фильму ужасов. Черный-черный дом, черные-черные стены. Сюжет тоже оказался крайне острым. По материалам следствия, сосед видел людей, которые разбили окно и забросили в квартиру Аллы какую-то бутылку. Эксперты подтвердили, причина происшествия – поджог. А вот развязка оказалась неожиданной. По словам Аллы, городские власти отказались помочь ей с ремонтом жилья. Решили так – кто поджигал, тот пусть и восстанавливает. Когда я обратилась в администрацию, мне сказали, что мое дело будет передано правоохранительные органы, что полиция разберется, найдет виновного и квартиру мне помогут восстановить. Ну, естественно, полиция у нас ничего не нашла. Полиция приостановила дело о поджоге квартиры Аллы Баевой, потому что у следствия нет подозреваемых. Все законно. А власти Барнаула заявляют, что уже оказали помощь, которую вправе получить гражданин, ставший жертвой поджога. Организован сбор строительного и крупногабаритного мусора. Предоставлен был транспорт для вывоза строительного имущества собственников. Очистка произведена из жилых помещений, подъезда от мусора и копоти. И с пожаром, управлением соцзащиты по городу Барнаула оказана помощь в размере 3000 рублей жильцам 4 квартир. За полгода девушка дважды стала жертвой. Сначала преступников, а потом равнодушие. И несмотря на это, она не перестает надеяться, что в ее истории под Новый год может случиться хэппи-энд. Маруся Загорская, Александр Антропов, информационный канал «Город». В Крыевой клинической больнице со следующего года вдвое увеличат квоты на процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС. До этого учреждение могло проводить максимум 350 бесплатных ЭКО в год. По словам врачей, этого катастрофически не хватало. Своей очереди на искусственное оплодотворение до сих пор дожидаются тысячи семейных пар. Тему продолжит Екатерина Гаськова. Немногие здешних пациентов отваживаются говорить на камеру. Нелегко признаться открыто, что все попытки стать родителями заканчивались безуспешно. Наталью с мужем привели сюда настойчивые просьбы о внуках. Очередь на ЭКО подойдет как раз после Нового года. Но за все время ожидания чуда Наталья научилась относиться к проблеме философски. Значит так надо. Если тогда не дано было, сейчас будет дано свыше, значит это получится. Если нет, значит нет. Вообще два подсаживают. Если двое получится, то пожалуйста. Если еще и мальчик и девочка. Второй эмбрион нужен для подстраховки. На случай, если один не приживется. Мужскую и женскую клетки соединяют всего за пять минут. И обязательно при 38 градусах тепла. Перед тем, как подсадить готовый эмбрион женщине, его на несколько дней помещают в специальный инкубатор. Сейчас он пуст. Сезон ЭКО закрылся. Все 350 квот отработаны. Но это, говорят врачи, капля в море бесплодных пар. Основная причина бесплодия – это аборты перенесенные, половые инфекции. Проблема большая. Лист ожидания пациентов, которым необходимо получение помощи именно от программы ЭКО, она превышает несколько лет. Если точнее, то сейчас, в своей очереди, на ЭКО ждут 2500 пар. Удваивание квот на процедуру, говорят врачи, если не решит проблему полностью, то хотя бы повысит шансы многих на полноценную семью. Кстати, православная церковь не осуждает жизнь, созданную в лабораторных условиях, но с оговорками. Недопустимо использование донорских половых клеток. То есть, если обращаются двое супруги, то, соответственно, никто из страны туда не привлекается. Кстати, бездетная пара может записаться на ЭКО не только в краевую клиническую. Вот только в частных больницах за шанс стать папой и мамой придется заплатить больше 100 тысяч рублей. Гораздо дешевле просто следить за своим репродуктивным здоровьем, говорят доктора. И тогда ожидание чуда затянется не на годы, а на положенные 9 месяцев. Екатерина Гаськова и Александр Морозов. Информационный канал «Город». Тему мы продолжим с гостем нашей студии, главным акушер-гинекологом Алтайского края Ириной Владимировной Молчановой. Здравствуйте. Здравствуйте. А вообще у нас в крае, в Барнауле, в частности, насколько серьезна проблема с бесплодием? Есть какая-то статистика? На сегодняшний день, на очередь так называемую или в регистре ожидания у нас состоит 2300 пар. Поэтому, если бесплодная пара не может иметь ребенка по той или иной медицинской причине, то наша задача, в общем, эту проблему решить и обеспечить ей рождение ребенка. А есть данные, какой процент процедуры успешный, а какой нет? Да, на сегодняшний день, вот мы уже подводим итоги 2014 года, у нас получается, что от всех процедур, если мы говорим о рождении детей от ЭКО или от ЭКСИ, то есть это дети из пробирки, это 37%. Ну, это 37% беременности. То есть, вот смотрите, серьезно, краевой центр был создан под патронажем губернатора в 2010 году. За время работы этого центра посетило всего 18250 семейных пар. Проведено ЭКО этим пациентам полторы тысячи. И с полторы тысячи на сегодняшний день у нас родилось 411 детей, и еще около 70 женщин ожидают, становятся, в ближайшем будущем станут мамочками счастливыми. А если, допустим, семейная пара один раз прошла по квоте бесплатно, но зачатие не случилось, то на повторную квоту они уже не рассчитывают? Ни в коем случае такого. Это абсолютно неверное мнение. У нас изменился подход. Эта процедура стала абсолютно доступной. И если причиной бесплодия является так называемый трудный фактор, то она вообще осуществляется по полису обязательного медицинского страхования. Если попытка оказалась неудачной, вас опять ставят в лист ожидания, и вы проходите эту процедуру вновь. Если семейная пара готова оплатить процедуру, сколько ему пойдет? Во сколько? Ну, это коммерческие вопросы. Если говорить о государственной цене, то на сегодняшний день она определена в районе 150 тысяч, в зависимости от того, ЭКО это или ЭКСИ. И, конечно, это оплачивает за них государство. Я знаю, что некоторые семейные пары предпочитают после неудачных попыток ехать на ЭКО в другие регионы, например, Екатеринбург, Красноярск. Есть такие случаи, да? И почему едут? Ну, вообще бесплодие достаточно сложное заболевание. И здесь очень много факторов влияет на результат. Потому что сама по себе процедура, она стандартная. И она проводится, как правило, во всех центрах одинаково. Но вот то психологический настрой пары, да, может быть, еще какие-то моменты, вполне могут повлиять на результаты. Поэтому вот желание просто сменить обстановку, куда-то уехать в другой центр, в принципе, это не возбраняется. И это вполне возможно, это сделать точно так же по квоте. Потом ведь у нас высокотехнологичную помощь по бесплодию оказывает в стране очень много центров. Их порядка 50. И в любой этот центр, по желанию пациента, мы можем ему предоставить такую услугу. Двойное увеличение квот только в 2015 году будет или дальше продолжится? Значит, решением губернатора края на 2015 год Количество квот по экстракорпоральному оплодотворению 300 у нас увеличено до 700. В дальнейшем, если мы не покроем всю потребность в этом виде помощи, мы опять вернемся к этому вопросу. Спасибо вам за встречу. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня гость нашей студии, главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Владимировна Молчанова. Большая часть врачей и провизоров в крае – выпускники этого вуза. Сегодня Алтайский государственный медицинский университет празднует 60-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в Краевом театре драмы. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в сегодняшнем обзоре. История медицинского началась в 1954 году, когда на единственном тогда лечебном факультете приступили к занятиям первые 200 студентов. За 60 лет вуз прирос еще семью факультетами и подготовил свыше 30 тысяч врачей и провизоров. В этом году лечебное учреждение открыло очередную страницу своего развития. 1 октября вступил в должность новый ректор Игорь Салдан, который поставил перед вузом новые задачи. Какие именно – расскажем завтра. А сейчас к другим темам. Лучшим добровольцем России признана жительница Барнаула. Это Екатерина Четошникова, проректор педагогической академии и одновременно президент Алтайского центра развития добровольчества. Она сразу расставляет акценты. Эта награда не моя личная, а всех добровольцев края. Выпускница педагогической академии идеями добровольчества заболела сразу после окончания родного вуза. Говорит, сначала ходили в гости к воспитанникам детских домов, потом начали помогать участникам Великой Отечественной войны. И с каждым годом количество проектов росло, как снежный ком. Поэтому, когда Четошникова стала победителем всероссийского конкурса, который, кстати, проходил в конце ноября в Перми, не удивилась. Мы единственный регион по сравнению с другими регионами страны, где есть знак «Гран-при добровольца России-2012». Его обладатель Надежда Рыбакова, выпускница нашего вуза, педагогической академии. А это знак, как показатель работы системы. Этих людей можно и нужно называть добровольцами. Накануне в городской администрации награждали победителей конкурса «Социальная звезда». В Барнауле его проводят уже в четвертый раз. В нем участвуют в основном общественники. Домкома – председатели уличных комитетов. Одним словом, активисты. И хотя большие денежные награды здесь дарить не принято, горожане в один голос говорят о необходимости проведения такого мероприятия. Если целый год люди проработали, почему их не поощрять-то? Я так считаю. Ну а как? Я благодарна даже тем создателям этого, как говорится, конкурса. Побольше бы таких конкурсов, чтобы люди участвовали. Я вот еще на один конкурс подала то же самое. Ольга Калачева, Александр Антропов, Павел Лаурнин. Информационный канал. Город. Барнаульские дворы уже начали оформлять к предстоящему празднику. Скоро там поселятся не только сказочные персонажи, но и животное – символ 2015 года – коза или овца. За оригинально украшенную дворовую территорию власти назначили денежные премии. Между победителями разыграет призовой фонд в 90 тысяч рублей. Лариса Куренкова узнавала, как идет подготовка к конкурсу «Зимний двор-2015». Этот маленький дворик по Исакова 230А, казалось бы, затерялся в дальних черемушках. Но жители решили в этом году громко заявить о себе. Своими силами впервые построить городок. Да еще и в конкурсе на лучший «Зимний двор» взять призовое место. Каждый сантиметр небольшого пространства стараются использовать по максимуму. В строительстве участвуют все. Когда по дому пошел клич, что нужно помочь, выяснилось, среди жильцов есть скульптор. Я просто нечаянно зашла однажды к ним в гости и увидела, что он вырезает под дерево. Ну и мы по весне хотим, он хочет нам вырезать что-то еще из дерева. Я тут просто подошла, спросила, говорю, а ты по снегу можешь вырезать? Он говорит, да какие проблемы, вырежу. А вот Татьяна не обладает профессиональными художественными навыками, но тем не менее охотно взялась за творческую работу и помогает вырезать фигуры во дворе на Малахова 116. Сейчас она старается воплотить из снега символ следующего года – овечку. Хочется, чтобы дети играли, чтобы радовались. Сколько мы делаем, каждый год мы практически делаем. И каждый год выходят люди встречать Новый год на нашей площадке. Мы тут наряжаем елочку, огонечки, все это у нас светится. Пытаемся что-то, не профессионалы, но как-то, чтобы порадовать наше население. Планы по обустройству двора здесь серьезные. Чтобы построить большую горку, даже технику привлекли. Говорят, стараются не только ради конкурса, а для новогоднего настроения. К слову, в этом году о своем желании поучаствовать заявили 12 барнаульских дворов. Оригинальность на самом деле проявляют очень по-разному. Например, в прошлом году у нас из пластиковых стаканчиков изготовили снеговик. И с использованием металла, ткани. То есть творчество как бы не знает границ. Конкурс «Зимний двор» пройдет в два этапа – накануне и после Нового года. Комиссия посмотрит на оригинальность, сохранность, востребованность, красочность оформления городков. И поощрит победителей финансово – 20, 15 и 10 тысяч рублей за три призовых места. Лариса Куренкова, Николай Шелко, информационный канал «Город». Танец признания, танец разговор. Уже больше ста лет он владеет умами и телами миллионов людей, помогая им лучше чувствовать ритм жизни. В Международный день танго наш корреспондент Илья Кочетков выяснил, в чем философия и основной рисунок этого мистического и страстного танца. Трудно себе представить, но изначально этот танец, возникший в бедных кварталах Буэнос-Айреса, исполняли только мужчины. И лишь нежелание женщин оставаться в стороне решило его судьбу. Сегодня танго – один из самых популярных в мире танцев. В России, как и некоторых других странах, он сначала был запрещен за излишнюю откровенность. Но потом общество, можно сказать, сдалось под его напором. Евгений и Анна показывают нам, до каких чудес владения собой и телом можно дойти, если танго входит в твою жизнь. Недолго думая, напрашиваемся на мастер-класс. Нам показывают самый простой вариант танго, так называемый социальный. Его могут без стеснения исполнять люди, которые познакомились буквально пару минут назад. Целый ритуал мужчина предлагает даме руку и ждет, когда она подойдет сама. Когда у нас приезжал аргентинец, он занимается уже около 15 лет этим танго, он мне говорит, «Жень, я 15 лет в танго, я еще этот мир не познал, совсем не познал». Что это огромный мир, это целая жизнь, которая живет. В нем нет фигур, в нем есть действия такие же жизненные. Прогуляться, обняться, посмотреть, толкнуть, поддержать. Все фигуры, они обозначают какие-то действия, которые мы выполняем и в простой обывательской жизни. Итак, начинаем прогулку, а в танго это так и называется. Конечно, когда ты раньше танцевал только чунга-чангу, да и то в детском саду, это несколько сковывает. Плюс постоянно думаешь, как бы не отдавить партнерши ноги. Но удивительно, как скоро ты понимаешь, что танго – это настолько же естественно, как идти дышать, чувствовать. Я сам могу выбирать эту сторону, в которую влево, в право? Конечно, партнер идет, партнер выбирает направление, а дама наполняет свой танец, может делать какие-то украшения, даже пойти с другой ноги. И понимаешь, почему в строгом варианте правила запрещают не то, что говорить, смотреть друг на друга. Слова и глаза могут обмануть, а язык тела – никогда. И танго отлично учит разговаривать без слов. Полезное умение, пожалуй, во всех областях жизни. Финальная точечка. То есть, видите, мы танец формируем сами. Как уже в зависимости от нашего желания, насколько мы слышим ритм, насколько мы хотим страстно или нежно станцевать танец. Илья Кочетков, Андрей Печеркин, информационный канал «Город». О спорте. Барнаульский футболист Игорь Жилин стал пятикратным чемпионом мира среди инвалидов-ампутантов. Нападающий клуба «Динамо Алтай» вновь отличился в Мексике. Финальная встреча сборная России оказалась сильнее футболистов «Анголы» 3-1. Причем два мяча на свой счет записал алтайский бомбардир. Бронза, как и два года назад, досталась инваспортсменам Турции. Тему спорта продолжит Юрий Борлес. Последний домашний матч года провели алтайские беркуты со спутником из Альметьевска. Гости в форме американской расцветки с канадским таким логотипом почти что «Калгари Фреймс». Сотворив две атаки, беркуты с трудом прогоняли назойливых гостей с порога своих владений. А затем и сами насели. Но голкипер четырежды спас спутник. Все же количество моментов переросло в то, чего сидят и ждут все на подобных мероприятиях. Их шайба паркнула над плечом стражника из Альметьевска. Никита Меренков, 1-0. Надо сказать, гости не успевали разгадывать игровые идеи алтайской молодежки. Словно вчерашнего унижения 3-7 и не чувствовали барнаульские хоккеисты. Нет, ну что творил вратарь? По такому случаю в перерыве в буфете один болельщик купил кофе 3 в 1, пояснив, что хочет три шайбы в ворота гостей. Константин Рыжов услышал его и загнал соперником в большинстве. При всем том прессинге Беркутов прошла контратака спутника с удачным завершением в ближнюю девятку. 2-1. На пятаке мы не дорабатываем, идет бросок, а вот мы не дорабатываем, у нас недоработка на пятаке идет, это наша проблема. А на своем пятаке у нас проходной двор. Все шайбы нам забили с пятака. И вот 90-килограммовый защитник Кузьмичев как щелкнет с отскоком от перекладины. Это шедевр. 3-1. Все да не все. Гости незатейливо забросили свою вторую и напрягли ситуацию вновь за пять минут до сирены. Таймаут спутника прошел подскандирование трибун «Беркуты в Беркуты». Голые ворота удалось поразить барнаульскому защитнику Юрию Иванченко. 4-2. Полностью не выполнять задания на игру. Ну и, как говорится, детский максимализм. Доказать свой хоккей, который в юношах, в школе. Ну и обратный результат. Дома в 2014-м «Беркуты» уже не сыграют. Но еще осталось два соперника на выезде. Пока идем на четвертом месте МХЛ. Юрий Борлес, Алексей Фризин. Информационный канал «Город». И о погоде завтра в Бернауле. Ветер юго-западной порывисты. Ночью минус 13-15. Днем потеплее 8-10 ниже нуля. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в 19.30 на канале ТНТ. А на сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин